Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня я решил написать видео «Что стоит делать, чтобы снизить вес?» Также «Что стоит делать, чтобы укрепить мужскую потенцию?» «Что стоит делать, чтобы избавиться от весенней депрессии?» «Либо не попасть в весеннюю депрессию?» «Что стоит делать, чтобы устранить весенний афритаминоз?» «Возможно подлечить ветоссуистую дистонию?» «И все эти движения можно сделать, выполняя их одновременно!» «Вы все эти положительные эффекты можете получить, совершая правильные действия!» Большинство весной, понимая, что впереди летний отпуск, хотят снизить вес любой ценой! И вот эта любая цена вместе со снижением веса! Приобретается либо усиливается депрессия! Снижается мужская потенция! Ухудшается состояние кожи и ее придатка волос и ногтей! После таких экстремальных похудений идете к косметологам! Я уже не говорю про авитаминоз! Это уже по умолчанию! Большинство диет для похудения не сбалансированы по основным витаминам и макро-микроэлементам! И способ усилить авитаминоз на такой диете легко и просто! Поэтому если вы досмотрите это видео до конца! В нем я — врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко! Автор десятков опубликованных книг и брошюр! Часть из которых вы можете приобрести и через интернет! Расскажу вам разные способы, как снизить вес весной! Чтобы все положительные моменты, которые я вам рассказал, были ваши! Они превратились в отрицательные! Чтобы не снизить потенцию! Чтобы не ухудшить внешний вид! Чтобы не обострить депрессию! А вы сделаете правильный выбор! Каким способом или какими способами! Лучше укреплять свое здоровье! Снижая вес! Часто рекомендуют, чтобы быстро снизить вес! Убрать из рациона пищу животного происхождения! Иными словами перейти на жесткое вегетарианство! Либо даже сыроедение! И в условиях, когда продолжается великий православный пост! И православная церковь тем, кто хочет поститься! Рекомендует примерно такие же изменения внести в рацион питания! Но! Та же православная церковь не рекомендует менять свой рацион! Подросткам! Я уже говорю про малых детей! Беременным либо кормящим женщинам! Людям преклонного возраста! Тем, кто работает интенсивно физически! А я бы сказал интеллектуально! Мозг не меньше потребитель полезных питательных веществ, чем мышца! Ему нужно, пожалуй, даже несколько больше! Также церковь не рекомендует менять систему питания тем, у кого есть хронические заболевания! Иными словами! Только здоровые бездельники имеют возможность внести такие изменения в свой рацион питания! И оздоровиться, снизить вес! Только в том случае, если избыточный вес не такой уж и избыточный! Если у вас лишнего веса 10, 20, 30 и более килограмм! Напомню, что ожирение — это не косметическая проблема, а медицинская! Избыточный вес дает избыточную нагрузку на ваши суставы! И развивается как минимум артроз суставов нижних конечностей! Ну и остеокондроз позвоночника с грыжами, с любыми ситуациями со стороны позвонков и хрящей, дисков, суставов может быть! Избыточный вес требует дополнительное количество крови! Иными словами, избыточная нагрузка попадает на сердечно-сосудистую систему! И возможно как развитие ветосуистой дистонии, так и гипертонической болезни на таком фоне! А также ускоренное развитие атеросклероза сосудов! О котором вы можете не знать на ранних стадиях! Избыточный вес дает избыточную нагрузку на обмен веществ! Иными словами, возможно повышен уровень сахара в крови, холестерин, мочевая кислота! И не самые простые изменения в вашем рационе питания могут ваш уровень здоровья изменить в разной степени! Поэтому прежде чем переходить жестко на такую систему питания, нужно проверить хотя бы уровень здоровья! И быть уверенным, что такие изменения в рационе вам реально по силам! А не по вашим желаниям! Это две большие разницы, как говорят в Одессе! А вот какие еще попытки снизить вес? Другими более щадящими способами часто используют! Я об этом расскажу вам прямо сейчас! Но! Не следует ставить крест окончательно на этих системах питания! И сыроедение, и жесткое вегетарианство можно использовать для безопасного снижения веса! В случае, если вы проживаете в условиях, когда температура окружающей вас среды — это плюс 30 градусов по Цельсию и выше! Если вы сейчас находитесь в таких условиях! Либо готовы переехать в такие условия! Сыроедение и жесткое вегетарианство первично даже вам обеспечат более высокую безопасность! Эти системы питания рассчитаны на своевременное охлаждение организма! Иными словами, перегреваться организм на них не будет! И смерть от теплового удара в этих условиях от питания вам не угрожает! И бесплатным бонусом вы получаете еще и снижение веса! Если же вы проживаете в несколько иных условиях! И температура окружающей вас среды не плюс 30 градусов, а значительно ниже! В этом случае эти системы питания могут вам не помочь полностью! Вес-то вы снизите! Но одновременно снижается активность иммунной системы! Особенно если температура окружающей среды — это плюс 18 и ниже! В этих условиях имеют шанс поднять голову возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций! А в перспективе может появиться и онкология! Поэтому менять систему питания нужно правильно! Учитывая все особенности, которые вас окружают! И часто используют простое действие! Используют просто соки! Да, соки содержат витамины, макро- и микроэлементы! Трудиться над излечением которых вам не нужно! За вас все уже сделала соковыжималка! Но! Вы должны быть уверены в экологической чистоте продуктов! Которые используются для приготовления соков! Особенно весной важно качество овощей! При хранении овощей в них идут определенные процессы! И количество опасных для здоровья нитратов и нитритов может быть больше! И это нужно учитывать! Также если вы готовите смузи! Это тот же сок, только с мякотью! Мякоть — это клетчатка! Это хороший очиститель! И, казалось бы, сок становится более безопасным! С экологической точки зрения это действительно так! Но выдержат ли ваш желудок и поджелудочные? Если вы часто используете смузи, то ваш желудок должен быть в идеальном состоянии! Иначе вы можете почувствовать боль в желудке! В связи с обострением гастрита! А можете почувствовать и более серьезные проблемы! Когда ваша поджелудочная тоже скажет, что такой раздражитель ей не очень подходит! Поэтому такие способы весной устранить авитаминоз! Активировать обмен веществ! А бороться с депрессией! Есть! Но они не самые простые в исполнении! И не самые хорошие по результатам! Что стоит делать, чтобы похудеть к лету? Я бы советовал весной использовать либо борщевую диету! Где борщ готовится на сыворотке молочной! Либо кефирно-борщевую диету! Где два ингредиента взаимодополняют друг друга! И создается достаточно сбалансированная диета! Поддерживающая не только активность обмена веществ на нужном уровне! Для снижения веса! Ну и одновременное очищение организма от различных шлаков и токсинов! Которые могут образовываться и в пищеварительной системе, и в организме! Возможно, в вашем задержались! И самое время одновременно от них избавиться! И не попасть на весенний витаминоз! Не попасть на депрессию! А получить снижение веса! Правда, расходы на гардероб у вас появятся! Хотя, возможно, вы используете тот гардероб, из которого вы уже по габаритам выросли! И теперь он у вас пылится в шкафу! Поэтому эти диеты могут позволить вам безопасно снизить вес! И подготовиться к летнему отпуску! Как приготовить борщ правильно для похудения? Такое видео есть на моем канале! Посмотрите! Если вы хотите набрать вес! Борщ нужно готовить тоже по-особенному! И борщевая диета в этом случае может вам помочь набрать вес! Поэтому прежде чем применять такую диету! Посмотрите, как приготовить борщ правильно! Чтобы у вас в попытке снизить вес не получилось как раз обратное! Чтобы вы либо топчетесь на месте! Либо вес набираете! Если вы борщ готовите правильно! Вы получаете тот результат! Который может дать вам это полноценное блюдо! Более того! Овощи, которые используются при изготовлении борща после термической обработки в экологическом плане становятся более безопасными! Чем при приготовлении смузи! А тем более! Если вы хотели из этих овощей приготовить сок! Поэтому такая диета позволит получить вам результат! Не только по изменению веса! Но и по улучшению вашего здоровья! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычными подписчиками моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы ставите лайк на это видео! Отправляйте своим друзьям! Знакомым! Родственникам! Делитесь в соцсетях! Ставите видео в закладки! В избранные! Я подумаю какое еще видео написать! На тему здоровья и активного многолетия для вас! До новых встреч на моих каналах!